Итоги работы в 2017 году сегодня подвели в Министерстве культуры Карачаева Черкесии. Какими событиями он запомнился жителям республики, что было сделано для развития культуры на селе, вырос ли интерес молодежи к творческим профессиям. На эти и другие вопросы нам ответил министр культуры Карачаева Черкесской республики Рамазан Бароков. Самым ярким событием в этом году это стало празднование 25-летия Карачаева Черкесии, республики Ингушетия в Кремле. Это был такой большой проект, которым я знаю, что и ваше министерство, и ваши подопечные организации готовились очень долго. Скажите, пожалуйста, насколько удалось воплотить все, сколько людей было в этом задействовано, как именно вы оцениваете организаторскую подготовленность этого концерта? Потому что уже по прошествии времени можно делать какие-то такие объективные выводы. Ну, я хочу сказать, что оценку дает зритель и руководство республики. Оценка дана была высшая, потому что в организации подготовки проведения этого огромного проекта, который можно было представить на высочайшем уровне, на главной концертной сцене, стоило огромных трудов. И, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех руководителей, которые организовали участие этих коллективов, и сказать, что более ста человек были задействованы в подготовке проведения этого огромного проекта. И считаю, что он прошел на высочайшем уровне, где принимали участие и были приглашены все федеральные органы, все студенты из Карачаева, Черкесии, из Братских республик, все общественные организации, полный зал, аншлаг, которые увидели, чего достигла республика за 25 лет и чего достигла в профессиональном направлении наши творческие коллективы. Думаю, что и сами коллективы получили огромный заряд, импульс на будущее для того, чтобы работать и держать этот тонус. Все-таки культура на селе. В этом году было построено большое количество ДК. Вот, пожалуйста, поконкретнее, сколько было построено, насколько это большое значение имеет для республики, и какие еще планы на этот год по строительству домов культуры? Уже в этом году несколько построено, я так открыто, я так понимаю. 2017 год, как я говорил, был удачным во всех направлениях культуры. Это и укрепление материально-технической базы, это и строительство, реконструкция. Было построено и отреконструировано 12 домов культуры. Это в ауле Хурзук, в ауле Псыш, в Кошхабле, Исправне, практически во всех районах нашей республики. Поэтому сегодня, я как ранее говорил, сегодня это огромная-огромная поддержка и возможность сегодня реализовать возможности наших учреждений. Это параллельно мы полностью, практически укомплектовали материально-техническую базу учреждений. И сегодня нет таких вопросов, которые бы могли помешать реализовать свои планы. В этом году уже запланировано, мы вошли во все федеральные программы, 9 домов культуры будет построено и реконструкция будет проводиться в учреждениях культуры. Вы говорили про наш колледж культуры и искусств. Я, насколько знаю, насколько у меня есть информация, 100% поступаемость высшие учебные заведения, именно выпускников этого колледжа. Вот прокомментируйте, пожалуйста, насколько это тоже... Может быть, у вас есть какая-то неофициальная статистика, сколько ребят потом возвращаются работать в республику, или сколько ребят продолжают идти по направлению именно культуры и искусства из наших молодых людей. То есть какая база здесь им дается? На сегодняшний день все выпускники действительно 100% поступают в высшие учебные заведения. И практически 70% возвращаются. Возвращаются в республику или преподавателями музыкальных школ республики, или преподавателями самого колледжа, или руководителями творческих коллективов. Практически они обеспечиваются рабочими местами. Министерство культуры проводит огромную работу в поддержке поступления выпускников колледжа в том направлении, что мы сегодня имеем связи и с Краснодарским университетом культуры, и с Северокавказским институтом искусств в Нальчике. Мы имеем связи с Ростовским университетом, с Астраханской консерваторией. Всем им стараемся по желанию ребят поддержать. Во всяком случае стараемся почти 100% удовлетворять их запросы и интересы по поступлению в высшие учебные заведения, в поддержке квот там и так далее. И последний вопрос. У нас богатая театральная история, у нас несколько национальных театров на базе драматического. Скажите, пожалуйста, в этом году вы, как руководитель ведомства, как вы оцениваете именно работу над постановками, потому что тоже было очень много побед у наших молодых режиссеров. То есть, насколько наши театралы вышли на новый уровень в этом году? Ну, я искренне, с удовольствием благодарю вас за этот вопрос. Вот сегодня, как я ранее говорил, гастрольная деятельность наших театров настолько обширна, что сегодня с гордостью можно сказать, что наши театры, как национальные театры, так и русский театр драмы и комедии, они достойно представляют имя свое. Я почему так говорю? Потому что 2017 год для русского театра, главным которым театром мы считаем, был юбилейным. И в рамках этого юбилейного праздника настолько была организована внутренняя работа, что сегодня, если при плане наши театры должны ставить 2-3 спектакля в год, русский театр ставит 9 спектаклей. И эти 9 спектаклей постоянно в работе. Национальные театры при плане 3 ставят 5-6 спектаклей. Это за счет потенциала своей гастрольной деятельности. Они сами зарабатывают, сами тратят на постановки, на костюмы, на поощрение актеров. Это все дает сегодня стимул работы их жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова